Если звёзды зажигаются Имя лирицы инструментального трио Гомельской филармонии Известно более чем в десятки стран мира Карьера ансамбля достигла такой артистической высоты Какой достигли очень немногие современные артисты На сцене лирица темпераментно С невероятным концертным репертуаром Уровень которого позволил ей провести уже несколько мировых турне Лирица в десятке лучших ансамблей мира 2008 года Вокруг загадки успеха накручено множество легенд и предположений Дескотереческая троица имеет свой ключ к славе Излишняя настойчивость, чтобы засветиться на статусных концертах и фестивалях Чистолюбие, связи с авторитетными музыкантами Но ничего эта лубочная картинка с настоящим не имела Просто бывают времена, когда на древе национального искусства Будто почки весной появляются зеленые ростки нового Таким временем для Беларуси был 2000 год Наша глубоко зафанеренная эстрада Уступила место музыкантам, которые в классике показывают только класс Но одно дело смести с эстрадных подмостков не оперившихся птенцов с их номерами-однодневками Другое дело выиграть у соперников супер-класса на международном конкурсе аккордеонной музыки В немецком городе Клингенталь 25 стран мира Китай, Австрия, Аргентина, Норвегия, Финляндия, Перу, Австралия На Кубке мира Так окрестили фестиваль его участники И наша лирица Маленькая лира В то же время доказывающая на больших конкурсах маленькая лирица, как бы лира, да, результаты Если музыка звучит в душе, талант обязательно проявится Уверен Трофим Антипов, лидер тройки Нужен Гоголь, чтобы описать его выход к публике Быстрый проход, быстрый разворот и без паузы Ремни на плечи, мгновенная искра И такой тетивою натянутый глубокий сильный нерв Обширно берет, но не громыхает Из серии «Как держать-то» Затем нежно и неожиданно будто револьверная пальба Но не научишься этому Есть артистический шарм Есть природная изысканность Есть благородный звук Вот вам и Антипов А ему говоришь, он хмурится, мол, ничего специального не делает Ну так еще бы И делать ничего не надо Публика за тебя даже легенды сложит Читаем в интернете Антипов баянистом стал случайно Музыкальную одаренность его никто в упор не замечал Ни в музыкальной школе, ни в Санкт-Петербургской консерватории Да что там в упор, если парень в 16 лет, аж в 16 лет, решил стать музыкантом А где ты, дорогой, был в 5-6 лет? А теперь правда Сейчас ему 33 Начнем обратный отсчет Мне в первый раз поставили инструмент баян в 3,5 года В 4 года я дал первый концерт Как баянист В одном отделении Я был, так сказать, гвоздем программы В том плане, что я был самый юный участник этого концерта Уже тогда его первая и главная учительница, мама, поверила С афиш лучших залов мира Будет смотреть на меломана загадочное слово Лирица Симбиоз двух главных его жизни слов Город Речица и Лира Эпитеты в его адрес уже не нами перечислены Самый быстрый, виртуозный, мятежный А еще весьма закрытый, немногословный, строго дозированный На чем, казалось бы, слава зиждется Но бурная концертная деятельность Выдает полный эффект присутствия За этим первые строчки в рейтингах Закипающая восторженность профессионалов Но убавим громкость Пожалуйте на тихий разговор с маэстро У нас пример был После неожиданной гибели Владимира Мулявина Для всех она стала большой неожиданностью Спустя год в Белгосфилармонии состоялся большой концерт В котором По аминальдии Мулявина В котором принимали участие И непосредственно на его коллеге С кем он очень долго и плотно работал Его друзья И в том числе выпала честь выступить и нам И нам где-то больше чем за полгода Сообщили, что они бы хотели видеть нас В программе этого концерта Артист ансамбля И лирица Андрей Сочнев Он у нас главный генератор всех идей Он сразу же Сказал, что нужно Собрать на сколько мы сможем Как можно больше Тем песен Владимира Мулявина Как-то это дело Соединить в одну целую И подготовить Это не маленькая пьеска Это целая музыкальная, на мой взгляд Это полотно С овертюрой С развитием С кульминацией огромной Это не значит то Что мы вынесли на концерте Это тоже конечный продукт Мы его После этого прошло несколько лет И мы до сих пор над ним еще работаем И не видно конца и краю То есть обязательно что-то новое Все появляется Что-то дорождается Произведение Но это живой организм Это, как сказать Это построить дом Он уже стоит В нем ничего не нужно делать Кроме косметического ремонта А музыкальное произведение Это, как твой ребенок Который болеет Который надо лечиться Который надо ухаживать Постоянно смотреть Только отпустил Он может еще сильнее заболеть Сегодня исполнительский уровень Настолько вырос Что выучить любое произведение За считанные дни Профессиональному музыканту Не составляет труда Ведь что такое выучить По сравнению с истинным его постижением Которое может длиться Всю жизнь И не мастерство здесь главное А глубина человеческих чувств Которое приходит С жизненным опытом А не с многочасовыми занятиями На баяне АПЛОДИСМЕНТЫ Несколько лет подряд Четыре года Девятого мая Отмечали не в Беларуси А в Германии И до этого мы как-то На белорусском Девятого мая Подготовили Фантазию на тему На тему Песни военных лет Огонек Сколько мы его уже играем Уже вроде пора Тогда прилетнуть И у меня в конце И у Елены Ивановны Сочневой Наши артистки И вот еще бы кажется Чуть-чуть И сам будешь плакать Ком стоит в горле Но невозможно А когда ты его Заканчиваешь это играть Поднимаешь в зал И говорит Это глаза И вот Насколько Ты видишь Там Три ряда первых Пять Это процентов Восемьдесят Это девяносто Плачут сидят Вот значит Это то, что надо Ты свою миссию Выполнил Это очень важно Лирица явно заслуживает Комплимент За почти Цирковое Жонглирование Самой разной музыкой И музыканты протестуют Чтобы их музыка Была фоном К чему-то Для них очень важен Контакт со зрителем Во время исполнения Им важна тишина Это особая атмосфера Электризации в зале А еще им важно Установить контакт С людьми Даже если речь идет О половине зала Чем иметь дело С публикой Которая пришла В концертный зал Из-за престижа Или сенсации А ведь оглушить Публику Намного проще Чем потом ее Образовать Тяжело работать Когда нет отдачи Из зала Устаешь больше Когда все время Выкладываешься Выкладываешься А из зала Вот нет той же Энергетики Как сам подаешь Поэтому Очень важно Если встречает зал Хорошо Легко играть С первого произведения Если встречают Сразу И даже Пускай не овациями Но плотными аплодисментами То играть Значительно легче АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наивно думать Что все держится На одном вдохновении В отличие от композитора Который может и подождать Если не чувствует Творческого настроения Исполнитель Должен быть готов Играть В определенный момент Лирица же дает Согласие на концерт Который состоится Через два года И не знает Посетит ли ее вдохновение Профессионализм Это когда Несмотря ни на что Выходишь И играешь Лирица категорически Не обслуживает Корпоративные вечеринки Для этого есть Другие музыканты Что касается Меценатства В ансамбле считают Давать деньги На что-то хорошее Надо тоже уметь Ведь чтобы сейчас Сделать деньги В Беларуси Нужно достаточно Много мужества Чтобы сохранить их Для этого Нужна мудрость А вот чтобы Тратить деньги Здесь необходимо Большое искусство Поэтому Лирица Бесконечно благодарна Тем Кто ей помогал Все эти годы Меценатства Творческая личность Перестает Заниматься Творчеством И начинает Заниматься Погоней За деньгами То очень быстро Его творчество Распускается На нет Если у нас Спрашивают Вот вы бы Могли бы Принять Это участие Вот в таком Проекте музыкальном В таком Концерте Мы не задаем Это вопрос А сколько Вы нам Заплатите Мы Спрашиваем Что для этого Нужно Что для этого Нужно сделать Может Такое Е-произведение Подготовить Такое А когда уже Мы оговорили Что нужно Естественно Даже Очень часто Не мы Спрашиваем А у нас Спрашивают Уже оговорили Все Да Мы согласны И у нас В самом Тогда конце Мы или забыли Или просто Не придали Значения У нас уже Спрашивают Все-таки А какой-то Гонорар Говорят А точно Нарабатываешь Опыт Ими Годами А потерять Это можно Все За считанные Минуты Лирице Прежде всего Нужен Авторитет И только Потом Деньги На коммерческий Успех Она не Рассчитывает Только Богатые Душой Люди Двигают Настоящее Искусство Музыканты Лирице Не приветствуют Такой Градации Сначала Для себя Поиграли Потом Для людей Они Выходят И играют Интересно Изобретательно С искренним Чувствам И получают Радость От музыки Ведь радость Это главное Ее назначение Есть удовольствие И радость У музыканта Тогда эти чувства Передаются И всем остальным Играет музыка Играет музыка Так, ну знаки приключей мы помним? Фа диез До диез Да? Слава Богу Хорошо Ну давайте Так, ты показываешь Да? Отталкиваешься от инструмента Все, чтобы концертмейстеру было видно Пожалуйста Если педагог Личность То ученик Лауреат Так вот Лидером по талантливой ребятне Неизменно считается Реческая школа искусств Грандиозные успехи Одаренных мальчишек и девчонок Начались едва ли не с приходом Преподавателей Трофима Антипова И Елены Сочневой Они сумели дать старт В творческую жизнь Многим Совершенно обыкновенным На первый Обманчивый взгляд Ребятам Сами они твердо Уверены в простой истине Не бывает плохих учеников Бывают Равнодушные Учителя Сознанием дела Трофим Антипов считает Таланты у нас Есть везде Беларусь богата Не только полезными ископаемыми Но прежде всего Человеческим ресурсом Надо только Вовремя заметить талант Протянуть руку помощи Согреть дарование Вниманием и любовью И если педагог видит Что ученик Действительно даровит Не стоит удерживать Такой талант У себя Из чувства ревности Так же как невозможно Удержать птицу Стремящуюся в теплые края У нас ведь сейчас На планете намечается Всеобщее потепление Может быть талантом Лететь-то придется Не так далеко Как раньше Очень долго мы ездили Я уговаривал Родителей Потому что Власти не всегда Могут помочь И мы ездили Очень долго За свою счету Наши ученики И потом Настал момент Когда В общем-то Не наше имя А имя Нашего класса Перешло на Такую ступеньку С которой Чиновники Стали Рассматривать Это Немножко Иначе Стали Наступать Такие Моменты Когда Скажем так Из пяти Приходов К ним Ну Один Они оплатят Скажем так Одно дело Играть В классе И раз в полгода Выйти Отыграть Экзамен На сцену Есть Большая Возможность Обкатывать Себя Закалять Свой Скажем так Концертный Дух Концертный Боевой Характер Потому что Выехать На сцену Это На данном Этапе Это подвиг Я могу сказать Что не каждый Взрослый Человек Сможет выйти Сегодня На сцену И Абсолютно Уверенно Выставить Если Мы знаем Что через Четыре Через пять Месяцев Мы готовим Двух-трех Учеников На северный Конкурс На пену Кубок Расси Егент Показывать Серьезнейший Уровень Безукоризненный Данного Тигра Если Показывать То На сто Пятьдесят Это до Процентов Без потерь И мы За три За четыре Месяца Начинаем Конкурсную Программу Уже подготовленную К этому Времени Обкатывать То есть Они играют И на маленькие Залы Где Песяч Человек В зале И на тысячник Они приезжают Играют Выходят Теряются Мы их И возим На тысячник Чтобы они Вышли И потерялись Опыт Второй раз Он уже Выходит На этот Зал Он уже Теряет Меньше Звук Везде Надо Окончание Держать Посмотри Движение Опять движение Опять движение И держать У меня же не такой Новый тембровый Понятно Как у вас Да подрастешь Будет такой Работа с учениками Удачный проект Лирицы Но есть и другие Не менее удачные Проект Лирафест Подвижный Живой фестиваль И настоящий Праздник Музыки С самого рождения По праву Может называться Белорусско-российским И по составу Участников И по своим Корням Идею Артисты Белорусского Трио Подчеркнули Во время Поездок По городам России Где принимали Участие И побеждали В самых Престижных Конкурсах И фестивалях Белорусско-российским Белорусско-российским Такого плана Проектов Они не существуют То есть Есть Легкий Намек Белорусско-российским 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 В ансамбле Не скрывают Чтобы народ услышал Надо говорить Только правду За последние годы Этой правды У музыкантов Накопилось На четыре альбома Но в пятом Они решили Выпустить Только лучшее А гастрольное расписание лирицы просчитано на много месяцев вперед. Счет концертом артисты уже давно не ведут, знают, что много – около 150 в год. Плюс работа в составе международных жюри. Но каждое свое выступление перед публикой они хотят превратить прежде всего для себя в важное событие, а не в командировку. Они максималисты, хотят объять, казалось бы, совершенно необъятные просторы. Это все равно, что спросить у эмарафониста, который бегает 41 этадокилометр, как же вы бегаете 41 этадокилометр? У меня, например, это в голове не укладывается. А у нас это опыт и, в общем-то, постоянная работа. То есть уже без этого жить сложно. Не представляется жить без концертов. Мелодичные композиции удачливой троицы, как качественное вино хорошей выдержки, не теряют со временем букет аромата. Творческие накопления лирицы особенно солидные. Это четыре гран-при международных фестивалей. Виртуозному мастерству музыкантов рукоплещут в родной Беларуси, в России, в Европе, где на концерты лирицы непременно собираются полные залы, хотя стоимость билетов на порядок выше, чем в России. А впечатления самих музыкантов неизменны. Критику не читали, публикой очень довольны. Собою не совсем. Как настоящие творческие личности, стремящиеся к совершенству. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.